Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире директора Рижской классической гимназии, доктора наук и руководитель консультативного совета по образованию нацменьшинств при министре образования Роман Алиев у нас в студии. Добрый день. Буквально недавно случилось, я думаю, для Рижской классической гимназии, для педагогического коллектива, я думаю, для учеников или их родителей, знаменательное событие статус государственной гимназии получил ваше учебное заведение, звучит очень действительно красиво, что это означает и насколько это было важно, этот статус получить и что это означает для учащихся. Может быть, учиться станет еще сложнее? Спасибо за поздравление. И я тоже хотел бы всех поздравить с этим знаменательным событием, потому что, ну, впервые в истории образования современного Латвии русская школа становится государственной гимназией. Поэтому это такое нерядовое событие. Мы реализовываем программы национальных меньшинств Мазакум Таутыбас программы, Сизбытыбас программы с 1 по 9 класс и с 10 по 12 класс у нас реализуются образовательные программы на латышском языке. Конечно, этот статус не просто статус, это определенная оценка и анализ того, насколько наши программы, наши результаты, наши достижения наших выпускников. В том числе и на Олимпиадах тоже? Да, и на Олимпиадах, и на экзаменах централизованных. Это комплекс. Соответствует тем критериям, которые предъявляются государственным гимназиям. Ну, а также там есть и количественные критерии. Тоже, скажем, для 10-12 классов, для больших городов, таких как Рига, в государственной гимназии должно быть не менее 250 учащихся. Вот это такие критерии. У вас, я думаю, больше. Да, у нас больше, и эти критерии не так легко достижимы, особенно по уровню централизованных экзаменов и по уровню участия в различных проектах и по участию в государственных олимпиадах, в исследовательских конкурсах, в конкурсах исследовательских работ. Поэтому, конечно же, это будет продолжаться. Труднее. Вообще, скажем, днем становится учиться труднее, но, мне кажется, этого не замечаешь, если ты вовлечен полностью в этот процесс. То есть, многие говорят, вы, наверное, слышали о том, что вот мотивированы, не мотивированы, мотивация. Мотивация уже это слово и понятие стало таким пресловутым, хотя оно, так сказать, вышло и, так сказать, приобрело свое звучание из психологической науки. И, в принципе, зачастую его ставят и, значит, используют куда ни попадя. Но речь должна идти все-таки о том, о чем всем понятно. Если ученик не только увлечен, но и вовлечен, то есть, он все время создает какое-то свое движение в этом процессе, свое собственное участие проявляет, то есть, его можно не только ощутить, так сказать, по физическому присутствию, но и по тем результатам и продуктам его деятельности, в которые он и вовлекается, и в которых он участвует. То есть, это не просто отсиживание, это не просто присутствие, это не просто выполнение каких-то заданий, где, скажем, твоего «я», вообще, так сказать, никто не требует. Но, соответственно, и с другой стороны, учителя должны создавать тоже такие задания, такие учебные задачи, которые вовлекают, которые заинтересовывают, которые дают возможность продуктивно с этим работать. Вот это очень хорошо, что вы сказали по поводу присутствия. Мы сейчас живем в чрезвычайной ситуации уже с 12 марта, и сейчас мы видим на дворе, уже завтра будет май, очевидно, что школьники в этом учебном году, видимо, в школах не появятся. Как изменился вообще, как изменился образовательный процесс, в том числе в вашей гимназии, теперь уже государственной гимназии, с учетом удаленного обучения? Учителя могут появляться вообще в школе? Да, учителя могут появляться в школе, естественно, но не группами и не целыми. То есть, они сами в пустом классе могут по скайпу вещать? Да, можно, да. Но, в принципе, у всех есть оборудование, и те учителя, которые его не имели, мы, естественно, определили, выдали педагогам то, что им было необходимо, ноутбуки или там гарнитуры необходимые. То есть, вы даже выдавали? Да, да, естественно, но не у всех учителей на нормальном уровне оборудование было дома, да, то есть для работы. Поэтому, конечно, сначала это было важное занятие для всех оборудовать свое рабочее место учителю, если он работает отдаленно дома. Но это лучше, потому что тогда нет риска, что учителя будут встречаться и создавать компании более чем в два человека, три, четыре, пять. Вот, захочется пообщаться всегда, это, так сказать, желание такое возникает, поэтому не будем рисковать, и поэтому как бы все работают практически удаленно. Но, конечно, могут прийти, во-первых, за литературой, за материалами, прийти что-то, скажем, раскопировать. Ну, не значит ли это, что после вот этого вынужденного такого эксперимента вообще лекции как таковые в классе уже будут другие? Вообще все изменится. Но лекции вообще не должно быть. Лекции вообще не должно быть. То есть вы противник тому, что вот учитель что-то вещает, а они что-то занимают. В среднем образовании никто ничего не должен вещать, значит, а учитель должен вместе с учениками создавать такое продуктивное пространство, в котором все взаимодействуют, и это очень важно, когда в сотрудничестве может получаться какой-то результат. То есть ставят цели, ставят задачи, отмечают ход выполнения этих задач, вместе анализируют, что получается, что не получается, а по правильному пути мы пошли. А можно ли по трем путям было идти для того, чтобы решить эту задачу или выполнить это задание? Это не только для математики, верно, да? При этом разные группы могут делать разные задания для того, чтобы выполнить одно общее, понимаете? И, в принципе, мы вот этот момент уже отрабатывали очень много лет, когда ученики в группах работают и в группах взаимодействуют. И в основном эти группы по четыре человека, это играет хорошую, сыграло хорошую нам службу сейчас на удаленном обучении находясь, потому что вот это сотрудничество в малых группах, а оно научило ребят и концентрироваться, и коммуницировать локально, советуясь, скажем, о чем-то, обсуждая что-то, планируя что-то и оценивая что-то, да? Для этого, скажем, наша платформа, которую мы используем, а мы используем платформу Дискорд, которую все знают, в общем-то, дети и подростки, тинейджеры и так далее. Да, да, это все-таки. Игровая. Многие пошли по накатному, пытаются Zoom использовать, то, наверное, все-таки ваша платформа более... Она позволяет постоянно коммуницировать и обсуждать, и, кстати, вот между собой нет разрывов, да, между одноклассниками, между участниками. Поэтому учителя, скажем, планируют и сейчас учебный процесс и создают группы, в которых ученики могут работать, учиться вместе, да? Это очень важно. Да, вот интересно, что фактически, мне кажется, если я не прав, вы можете опровергнуть, что вот это дистанционное обучение, оно фактически, может быть, изменило и психологию или изменит тех учителей, которые говорят так, что вот мы должны... в контроле проверять, отбираем, не знаю, мобильники, смотрим, чтобы ни у кого не было шпаргалок, чтобы никто не списывал. Ну, понятно, что в условиях удаленного доступа... Знаете, вот этот контролер, к сожалению, у многих... У прекрасных ученицелей до сих пор в голове он сидит и не хочет оттуда уходить, понимаете? Никак. Да-да, и многие учителя в разных школах, они бегают по рядам по-прежнему, как в наше время, смотрят, ты сейчас по рядам не побегаешь, слава богу, да? Да, я говорю, ну вот... То есть, но некоторые страдальческие такие возгласы иногда слышны, что как же так, они же могут списать, а им там подскажет родитель или какой-то там старший брат или сестра, который учится в ВУЗе или ещё что-то. Поможет им решить эту задачу. Да, но вы понимаете, когда, если за тебя кто-то всё время делает, то ты всё равно, всё равно проявишься со своей запущенностью, со своими проблемами. Обязательно, чудес не бывает. Если даже не читаешь, что тебе написали, да? Да-да-да, но ведь здесь как раз роль учителя должна меняться. И даже когда все будут опять как привыкли учиться в классах и за партами, значит, вживую, всё равно это очень будет востребовано, учитель должен предлагать другого типа задания. Во-первых, больше открытых задач с открытыми проблемами и вопросами. Во-вторых, учитель должен больше думать о том, чтобы эти его задачи были связаны с какими-то задачами, выходящими за рамки данного предмета и связывающиеся с другими предметными областями, при этом которые имели бы какую-то практическую значимость. Человек должен понимать, до чего ему то иное упражнение в физике, в математике. Конечно, как это используется и может использоваться практически. Для этого очень много должно быть практических заданий, заданий таких проверочно-исследовательских, когда можно измерить, замерить скорость, замерить какие-то, так сказать, падения предметов сверху. Не просто заучить теоретические формулировки. Ну, заучат, но, так сказать, будут помнить неделю, может быть, две. Или, в лучшем случае, до контроля работы. А потом опять забудут, все равно забудут. Ну, то есть, то, что своими руками ты сделал, испытал, проверил, пощупал, значит, и при этом еще по этому поводу включил свое мышление, запустил этот процесс, проанализировал. А почему так, да? Ставить надо вопросы «почему?». Надо эти вопросы сделать ключевыми и главными. Почему так и как это происходит? По отношению к тому, что ты учишь, изучаешь физики или в химии, а почему так? Почему? Почему вот вопрос клетки сегодня, насколько интересен в связи с этим страшным коронавирусом, который заставил всех людей отдалиться друг от друга и сидеть по домам? Да, но это для биологии тоже задача, да? Это не только для биологии, это, в принципе, и для биологии, и для социальных знаний, и для экономики, и для литературы, и для философии, и для политологии. А, кстати, дают, я известно, что я вас понимаю, а дают как раз школьникам именно к актуальности момента. Я понимаю, что это базовое. Обязательно это должно присутствовать. Чтобы дети понимали, в чем это связь. Без этого вот этой вовлеченности не возникнет. Вот это и есть искусство сегодня современного педагога включить, то есть не заставить, не требовать, не запугивать, не поучать, без нотаций. А создать такую ситуацию... Пожалуйста, давайте обсудим. Для чего эти задачи? Вот озадачить так, что это уже важно, что это злободневно, актуально для всех. Поэтому вот сегодня у нас в начальных классах, на удалении, естественно, но проходит день, который называется «Скажи спасибо». И сегодня наши ученики, начальник классов, говорят в разных формах, в инсталляциях, в рисунках, в анимации, в таком, скажем, компьютерном изложении, в лего изложении, в разных таких конструировании, в моделировании, в разных объектах таких, которые они создавали, предметах. Они говорят «Спасибо медикам», «Спасибо пожарным», «Спасибо полиции», «Спасибо учителям». То есть они понимают, в чем функция представителей этих профессий. «Спасибо радиоболтком» и так далее. За то, что вы работаете все, все, кто сегодня помогает сохранить вот это вот... Информационное пространство. Информационное пространство медикам, за то, что они сохраняют и помогают сохранить жизнь и здоровье людей, учителям за то, что они на посту работают, учат детей и сами учатся. Ведь понятно, что у всех семьи дети, и они должны и о своих детях, и о семьях не забывать, и о классе, и о классах, и об учениках, и каждому, наверное, позвонить, если надо, и пояснить. Конечно, но я вот как раз об этой актуальности. То есть, насколько интересно, многообразно проявлялись таланты детей сегодня, вот эти творческие способности, насколько они открыты к этим процессам, которые происходят, оценили, это третьеклашки, это второклашки, первоклашки, оценили всех этих сегодняшних героев, кто на посту, кто работает, кто всем помогает. Это, вот это и есть вовлеченность. Вот это сейчас актуально. Это и есть неравнодушие. Это то, что актуально, и то, что для них очень важно, потому что они поняли сегодня, что они говорят спасибо не просто так. Они говорят спасибо, они своей работой творческой показывают, что они действительно понимают значимость того, что делает с этими людьми. Да, но вот это, может быть, ответ тем, кто привык вот так вот по программе читать, что там записано, и чётко исполнять программу. Но мне кажется, что для школы всё-таки важен творческий процесс. Я понимаю, что есть какие-то учебные программы. Но они должны быть сегодня тоже очень гибкими. Понимаете, программы должны одна в другую перетекать. Они просто вот пункт первый исполняют. Нет, они должны обязательно в каких-то точках накладываться, совпадать. И это должны уметь обсуждать учителя. Учителя, которые не умеют сотрудничать, не умеют друг с другом договариваться, не умеют обсуждать то, что для этого ученика важнее, и что будет правильнее. Если они этого не умеют, не учатся этому, то они завтра окажутся неуспешными. Они не смогут быть вот такими, скажем, незаменимыми, востребованными и так далее. Потому что, не сотрудничая, не создавая определенных педагогических условий, а только, вот как вы говорили, пункт первый, пункт второй, бубнят, что-то там рассказывают, что-то там такое, значит, по программе. Это все будет отметаться. И от этого во многом зависит успешность детей, учеников, и их желание учиться. Да. Вот какова сейчас жизнь директора в этой ситуации, поскольку, раз виртуальное обучение, вы не можете условно постучаться в какой-то класс, зайти и поприсутствовать, не знаю, на открытом уроке. Но вы все равно можете контролировать. Ну, наша платформа позволяет ученики учиться в классах, учиться в учебных кабинетах. В электронном виде, да. Это виртуальная школа, она онлайн существует. И вы можете заглянуть в любой класс? В любой класс. Могу посмотреть, что на экране у детей. Могу посмотреть, какое задание они выполняют. Я могу посмотреть, как и мои заместители, да, и методисты могут посмотреть, как учитель работает, что сейчас на уроке говорится. Или сейчас тихая часть урока, когда индивидуальная работа, каждый работает над своим заданием. Потому что мы все-таки стараемся какую-то часть от всего времени вытащить из онлайн, когда он может поработать в своей тетради, со своими материалами, подумать. И, скажем, вот несколько дней назад мой собственный сын выполнял по физике работу лабораторную. Он в каком сейчас, в шестом? Он в седьмом. В седьмом. Да, лабораторную работу, которую нужно было провести, замерить, взвесить и все, так сказать, зафиксировать. Но папа не помогал. Папа не помогал, но когда он увидел, что мой все время ребенок спешит куда-то, поэтому он на специальном листе лабораторной работы, он этого не заполнил. А он вот как записывал черновик, так он его сфотографировал и отправил в таком же виде, в каком он был. Ну, конечно, меньше получил процентов за эту работу, чем мог бы. И учитель не испугался, что это святое? Нет, нет. Учитель – это святое. Да, но в том смысле, что мы можем все действительно быть внутри этого процесса. Поэтому эта платформа позволяет мне оптимистично смотреть на нехорошие прогнозы о том, что, может быть, с 1 сентября мы все-таки сможем только частично вернуться в школы. Да, есть и такой прогноз. И где-то там, как министр сказала, по модели гибрида выстраивать обучение. Часть уроков в помещениях, школы – часть на удаленном варианте, в компьютерном, виртуальном таком исполнении. А часть какая-то там, скажем, на природе или в музее или еще где-то. Ну, с другой стороны, это новый опыт, но… Ну, какая-то, если какая-то, скажем, какая-то часть времени будет требовать с такого подхода, таких подходов, такого обучения, то к этому надо готовиться. И вы знаете, опять директору придется думать, как готовиться и что это стоит, да? И как к этому быть готовыми. Потому что любая платформа, которую ты используешь, она требует и помощи, и участия специалистов, программистов, которые, конечно же, обычно в школах же не работают, поэтому здесь такой момент тоже. Да, но если успеем, может быть, еще поговорим о том, что будет в сентябре, хотя сейчас тяжело что-то прогнозировать, но вот мы знаем, что в таком особо чувствительном, если так можно сказать, сложном положении в этом году оказались учащиеся выпускных до 12 классов. Что касается девятых, сегодня правительство подтвердило, что все-таки экзаменов у них не будет, только у тех вот учащихся по программам школы на смешность, которым нужно, если апплициба нужна, они смогут. Только те, кто учатся в школах национальных меньшинств, если им нужно удостоверение о латышском языке, еврейская школа или польская школа, они смогут сдавать латышский язык, если им надо, для того, чтобы подтвердить свой уровень владения языком, то есть для того, если кому-то необходимо иметь категорию, которая определяет уровень владения языком. Что касается 12 классов, у них экзамены будут, будет три экзамена, я так понимаю, латышский язык, математика и иностранный язык, тем не менее, все-таки 12 класс тоже учится виртуально, есть свои особенности, как мы понимаем, неясно, будут ли очные консультации какие-то. Что вообще в вашей школе, как вы вообще готовитесь к этим централизованным экзаменам? Я так понимаю, что Министерство образования разработывает и в Адлине, вот эти основные положения организации, как это все будет происходить? Ну понятно, что, видимо, в школе два метра. Конечно, это будет происходить необычно, не как всегда. Будут очень серьезные требования к тому, как будут входить ученики, как они будут проходить. Они не должны тусоваться вместе, нельзя, чтобы они находились в таком пространстве, где они не могут разойтись на два метра и так далее. То есть и в помещениях, в учебных кабинетах мы должны продумать такую рассадку сдающих экзамены, чтобы они... То есть, видимо, несколько кабинетов будет задействовано для одного больше? Больше кабинетов как минимум в три раза, потому что мы не можем, если обычно в кабинете там могли сдавать 18 учеников, да, то сейчас в два раза меньше точно, да? А то и будет. Ну да, ну зависит от площади этого кабинета. И в каждом кабинете должен был быть учитель. А еще должны быть наблюдатели. Наблюдатели, да. И руководители экзамена же, да? Поэтому это вопрос и учителей. Ну и здесь, здесь, скажем, эти требования, вопрос еще о том, что ученики, может быть, будут обязаны быть в масках, тогда они получат перед экзаменами эти средства индивидуальной защиты, вот, ну естественно, дезинфицирование и так далее, все это... То есть масками вы будете обеспечены, если что, да? Да, 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 да. А есть ли у вас вообще, не знаю, тревога по поводу того, как вот ваши 12-классники сдадут экзамен, ну, особенно математика всегда, какие-то формулы, не все, может быть, имеют какой-то талант к математике. Нет, у меня нет тревог. Все учатся, у всех есть возможность консультироваться с учителями. В принципе, школьники готовили, что все-таки экзамены будут, потому что мы знаем, что один момент, может быть, не будет. Учитель может консультировать отдельные группы. учащихся, это предполагается в нашей платформе и в наших подходах. Поэтому я надеюсь, что все будут, так сказать, психологически тоже настроены позитивно. И это очень важно. От настроя зависят зачастую тоже результаты, как ты будешь проходить этот экзамен, как ты будешь писать, не будешь ли ты чрезмерно волноваться. Да, ведь это тоже имеет значение. Это имеет значение. Иногда человек знает, но если вот он слишком в стрессе, да. Да, не должно быть никаких стрессов. Конечно, сама по себе эта форма, когда все будут, конечно, пользоваться защитными средствами наверняка, да, не должна наводить какую-то, так сказать, какую-то панику и никаких стрессов не должно быть. То есть постепенно надо как-то, ну, приучить себя к той мысли, что да, немножко по-другому, немножко необычно. Конечно, на мой взгляд, могли бы обойтись и, может быть, меньшими требованиями в такой ситуации. И не три экзамена, а один экзамен организовать. Такой общий тест, скажем так. И один этот экзамен. Ну, например, на мой взгляд, достаточно для страны было бы одного экзамена по математике. И в этом экзамене, в этом материале по математике есть такие задания, которые изложены текстом. О! И вот вам, пожалуйста, какая-то часть проверить латышского языка, понимания, знания, грамматика, еще что-то. И на английском языке, пожалуйста, то же самое. И вот в одном экзамене мы сразу получаем... И мы бы увидели бы какое-то, так сказать, то, что хотели бы увидеть уровень владения латышским, уровень практического причем владения английским, ну и сам предмет и содержание математики. Но, по-моему, достаточно. Вполне. А что еще мы хотим знать? Да, наверное, по желанию можно было бы дать возможность ученикам сдавать биологию, химию или физику в зависимости от того, в какой вуз они собираются поступать. Но я бы и здесь не заигрывался с этим, потому что вузы тоже должны сделать какой-то пересмотр, какую-то коррекцию внести в свои условия приема, потому что ситуация непростая, ситуация кризисная. И, к сожалению, здесь вузы почему-то выступили в роли таких вот, значит, требующих все без их участия провести, решить и, так сказать, нести какие-то издержки. Ну, здесь я бы с ними поспорил и все-таки не согласился с этой ситуацией. Да, вот еще такой вопрос, который я хотел задать. Все-таки, говоря вообще о подготовке к вузам, я знаю, что вы, по-моему, тоже неоднократно об этом говорили, что вы, к примеру, не очень приемленноете вот эту проектную неделю. То есть, когда один раз или два раза в год получается проектная неделя, а остальное без проектной недели, как вы шутили, ведь на самом деле, действительно, учебный процесс, он достаточно гибкий, можно всякие, я, может быть, из вузовской лексики, курсовые работы задавать учащимся и на обычных уроках. Зачем эти проектные недели? Потому что проекты должны происходить на обычных уроках в контексте самого учебного процесса. Все ученики могут вовлекаться в те проектные темы, которые, во-первых, их заинтересовали, в которых, может быть, его друг, друзья, одноклассники захотели участвовать, они объединились. Эти проектные группы могли бы в учебном процессе получать соответствующие задания, но они бы его выполнение сами бы учились планировать, сами учились бы анализировать, сами учились бы оценивать, сами бы учились оформлять, как его выполнение этого задания представить, как создать постер, в котором они бы описали ход их работы в проектной группе, как они пришли к этим результатам, какие они иллюстрации или фотографии подготовили и в этом постере выложили. То есть могли бы создавать какой-то, так сказать, анимационный фильм по этому поводу своего проекта. Но это была бы такая живая работа, живая учебная работа, в котором, опять же, результат был бы открытым. Он не был бы давлеющим над этими детьми, над учениками, он не был бы давлеющим как какое-то неизбежное наказание или неизбежное, если там все блестящее, поощрение. А это была бы их собственная работа, их собственное творчество, их возможность увлечься, возможность проявить себя. И при этом, конечно же, эта учеба отличалась бы от обычного решения задач или выполнения упражнений, которые даются в обычном учебном процессе. Вот здесь надо как раз-таки и интегрировать проектное обучение и обучение вообще. Интегрировать и создавать новые варианты современного образования. Может быть, такой последний вопрос. Жизнь продолжается, и те, кому, тем детям, которые должны пойти в первый класс, родители уже тоже думают. Я так понимаю, что набор-то в первый класс все равно будет. Я не знаю, наверное, заявления будут виртуальные, но тем не менее. Заявление уже с пяти лет начинают подавать и оформлять это в специальном регистре электронном. Но у вас после объединения фактически две школы. Да, 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 да. И, так сказать, огромное количество желающих. Уже сейчас известно, да? Да, да, естественно, сейчас известно, потому что вот с пяти лет до семи они оформляют. Неужели у вас опять будет шесть первых классов? Семь. Семь первых классов? Да, да. Но, как бы, вы понимаете, что сейчас, как бы, контактировать мы не можем, поэтому электронно подаются эти заявления, да? Вот. И вот в ближайшие две недели мы увидим уже... Какая картина будет. Какая картина, но больше семи мы не можем, поэтому и поставили себе этот рубеж до семи классов только, да? Но самое главное, что нельзя, чтобы эти будущие ученики, будущие первоклассники, чтобы они остались с началом Нового года без ощущения начала новой жизни, ощущения праздника. Да, поэтому здесь надо... Может быть, мы тоже будем 1 сентября дистанцироваться, может быть, еще что-то. Ну, хоть как-то должны... Ну, для первоклассников надо продумать, придумать и сделать все возможное, чтобы для них состоялся этот праздник, начало новой жизни, начало жизни, когда ты уже школьник, когда ты уже ученик, когда у тебя уже, так сказать, ну, совершенно другой взгляд на многие вещи и на малышей, которые остались в детском саду. Да, это, кстати, очень важный психологический момент. Да, психологического личностного роста, конечно. Конечно. Роман Алиев у нас был в студии, директор Ильской классической гимназии. Ну, что ж, удачи и вашим выпускникам школы на экзаменах, и вам, конечно, и всей теперь уже государственной гимназии. Спасибо большое.